Цветочный натюрморт Его выставка открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей. На ней представлено 30 живописных полотен, главные герои которых – цветы. Хрупкие подснежники и нарциссы, яркие георгины, подсолнухи, роскошные розы и хризантемы. В своих работах автор использует всю палитру красок. Олег Курашов вырос в семье художников. С 2014 года он начал активно участвовать в художественных проектах. Среди них городские, областные и республиканские экспозиции, персональные выставки в Орше и Светлогорске, международный пленэр в Заславле и многое другое. Фотодокументальная выставка «Украина во Второй мировой войне» открылась в кинотеатре имени Калинина в Гомеле. Она проходит под эгидой посольства Украины и Гомельского облсполкома. 45 планшетов содержат фотографии и документы, которые рассказывают о подвигах народа и потерях, которые понесла Украина во время войны. Было уничтожено более 700 городов и 28 тысяч сел. Разрушено свыше 16 тысяч предприятий и 18 тысяч медицинских учреждений. Более 10 миллионов жителей остались без домов или жили в разрушенных зданиях. Каждый второй украинский воин не вернулся домой. Погибло 5,5 миллионов мирных граждан. В экспозиции также фотографии героев войны. До этого выставка побывала в Минске, Бресте и Витебске. Симфосакс. В колледже искусств имени Соколовского прошел концерт Гомельского симфонического оркестра под руководством дирижеров Мурада Асуила и Владимира Милютина. Солистом программы выступил Виталий Емутеев, который играет на всех разновидностях саксофона. Артист в течение долгих лет входил в состав лучшего отечественного джазового коллектива «Эппл Ти» и является автором оригинальных сочинений и аранжировок мировых джазовых композиций. Программа «Симфосакс» – это сочетание разнообразных стилевых направлений от классической до популярной джазовой музыки. Большой транзит. Станция «Туровский лук». В Беларуси появился первый полнометражный документальный фильм о национальной природе, подготовленный к показу в кинотеатрах. Он наполнен уникальными кадрами птиц, которых операторы ждали часами. Съемки велись с ранней весны до поздней осени на заливном луге Припяти. Именно там во время миграции останавливаются сотни тысяч куликов и уток, чтобы отдохнуть от долгого перелета и продолжить путь на север. Более десяти лет общественная организация «Ахова птушек Батьковшины» арендует луг и прилагает все усилия, чтобы его сохранить. Автор фильма – Анжелика Новикова. Консультантом выступил директор Туровской станции кольцевания Павел Пенчук. Обзор для вас готовили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. Увидимся через неделю. И помните, основы любой культуры прежде всего в самом человеке.